очагов тв представляет здорово мужик здорово как у тебя дела отлично вы из какого города сладилась только а серьезно да нормально это твоя девушка да это сестра моя она похожа знаешь на ты ну на какую-то местную жительницу не раскосые глаза у нее я вид казашка я не говорю на политические темы вы готовы поговорить как раз может научимся политики уже слышал разумную мысль у вас есть какие-то вопросы к украине например по поводу войны в основном если есть я отвечу без проблем у меня я сиди даже не задавался этим вопросом насчет войны а тебе есть 8 лет кстати у меня есть два армии служил ты не это вот эти вагу укажу буквально следующей неделе на строчку дать я забираю да да ну слушай тебе на строчке там через три месяца по моему даже и сразу по нынешнему законодательству могут сразу предлагать идти воевать в украину пойдешь на войну а почему вот потому что я не был никогда подготовлен каким-то военным операциям да я себя не вижу там вообще никак но случайно ты знаешь там платят 200 и более 1000 как ты к этому там первоначальный взнос на что-то 600 тысяч подъемные я даю там потом каждый месяц за 200 300 тысяч планировать и зависит от региона говорят тоже по миллиону и больше дают первый взнос представляешь до чего дошло люди уже не хотят идти все кто хотел уже грохнули и набирают следующая мясо она уже не хочет по вам не нравится моя сестра я туда не хочу а ты соседа я родом из россии навязываю в калифорнии это круто калифорния недалеко от вас нам мне ближе до вас через тихий океан пусть а много вот смотри ну тебе 20 лет да ты говоришь а девочки на ряд 16 до 18 18 но все ну вы близки по возрасту вот в вашем кругу да вот таких вот молодых людей какие настроения такие же как у вас или все-таки есть те кто вот готовы там говорить я патриот я за родину там пойду убивать людей в соседнюю страну есть у нас есть друг белка он прям патриот не на белка белка у него кликуха такая соответствующая мне кажется да она куточая до белка у него там живет ну они там процентом отношении примерно сколько у вас там например и там 70 процентов поддерживает 30 нет или наоборот как все поддерживают все поддерживают войну да а вы вы почему исключение я вообще вот так скажу короче я вообще не поддерживаю я считаю что это вообще не должно было случаться сколько пацанов ну которых я знал ну друзей вот у меня погибло на этой войне войне но я на самом деле не знаю кто там прав и до кого там война началась и вообще из-за чего это все началось вот но я считаю что это так не должно было случаться почему же твоя сестра сказала что она поддерживает потому что либо они у нас грохнут рано или поздно либо уже надо что-то делать слушай а почему на каком основании ты делаешь такой вывод то они я думаю ты имеешь ввиду украинцев что они вас грохнут кто на вас собирался когда-либо нападать или тем более вас грохать объяснили я не понимаю ну как писали то что сми я не знаю правда это или нет но то что у них там было какое-то предвзятое отношение что мы там чем-то должны то что они вот бомбили сначала это там два города да они бомбили два города на украине потом мы так это же было в украине вы такое отношение к украине имеет мы никакого просто сидим так нет ваша страна вторглась ну по твоей логике вот я хочу услышать ой короче она немножко это а вот смотри вы не знаете потому что вам не интересно знать или у вас не хватает ума или у вас не хватает любознательности или вам по фигу все или вы в любом случае поддерживаете россию вы поэтому не хотите мне интересно почему вы не хотите выяснить для себя этот вопрос вот честно ответ на вопрос я вижу это так то что но допустим мне не интересно вот это вот тематика вообще войны то что я вообще не за войну и никогда не стремился туда и не интересовался никакой войну войной наверно так и даже скажу в двух словах мне это никогда не было интересно даже воевать и так далее вот нет я понял смотри смотри твоя страна сейчас воюет с другой страной независимой захватывает территории присоединяет их к себе то есть неужели тебе не интересно хотя бы для себя лично понять где справедливость может вот я у вас хотел кстати вот и узнали просто за политику я хотел узнать конкретно уж вы знаете кто прав кто не прав это чего может кто-то расскажите вот мне пожалуйста смотри я тебе приведу просто пример я думаю ты сам сделаешь легко вывод стоят два человека ты еще парень какой-нибудь такой как ты да примерно лобей тебя сильнее неважно и что вы там спорить и даже предположим афти руками вот как вы кричите друг на друга но потом один берет бьет неожиданно 1 и начинает его избивать и забивать 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 и забивать как ты думаешь а тот начинает конечно ну в силу своих возможности защищаться может там кто-то его друзья подходят начинают помогать защищаться как ты думаешь кто в этом случае прав а кто виноват вот в этой драке я считаю то что ну там тут но это можно по-разному может кто-то спровоцировал на этот драк ну конечно не прав тот кто начал забивать совершенно верно не прав кто ладно в драке там получит по морде но бог с ним разобьют тебе ну в худшем случае зуб ты потеряешь да а тут-то речь идет о смертях сотен тысяч людей кстати с обеих сторон понимаешь и так не прав по мне кажется это настолько однозначно вопрос даже этот не может возникнуть у любого человека который хочет понять что происходит ты не согласен со мной да согласен но я об этом никогда не думал даже не глобалился таких вопросах масштабных потому что у тебя не погибали наверное хорошие друзья хотя твоя сестра сказала что они погибали сказал что у тебя знакомые погибали да ну а друзья погибали вот так что близкие люди какие-то близкие да и близкие погибали я понимаю то что война надо все-ка решить слушай если у тебя погибали близкие люди значит тебя это касалось значит его это касалось все таки получается а а он говорит не касалось ну давай отомри чувак что-то там уронил телефон что ведь он не отключился а что-то там с телефона ну наверно на этом ролик и закончится ну вы знаете в принципе мне кажется какой парадигме что вот этот диалог мы поняли с вами вместе вот и ну я по крайней мере сделал для себя выводы с одной стороны да дети там ей 18 лет он там чуть старше но все равно понимаете как и высокая инфантильность плюс они живут на краю света смотрите это владик это они владивосток это край россии край земли ну да все они отключились край земли естественно их это ну хотя видите он говорит много людей его знакомых даже друзей каких-то близких до погибло вот и поди ты думай стоит заниматься этим вопросом коснулась это тебя или нет классный вопрос мы так ролик и назовем коснулась это его или нет вот как-нибудь так но мы друзья не забываем писать комментарии лайк колокольчик подписку проверяем распространяем ролик ну и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok